Ну вот, ребят, пока вам историю рассказывала, в начале этого видео поставлю вот эти кадры, что сейчас на данный момент происходит в Стамбуле. Видите небо? Там светло, а здесь мокрым асфальтом пахнет. Сырость, мокрый асфальт. Вот видите? В данный момент в Стамбуле сейчас пол четвертого дня и дождь. Крупные капли. Пока я вам историю рассказывала, в Стамбуле пошел дождь. Видите? Всех вас обнимаю. Желаю вам хорошего времени суток. Буду рада, если послушаете мою историю из моей реальной жизни. Салют из Стамбула, ребят. Привет, ребят из Стамбула. Но, если честно, я еще из своей кухоньки не выходила. Я до этого для вас сняла видео. Вот еще одну историю вспомнила. Расскажу вам сейчас. Яйла чурбасы готовлю. Сырники уже нажарила. Сютлячу в духовку заложила. Сейчас пока здесь рис варится для яйла чурбасы. Историю вам расскажу. Вот такая, такая вот сказочная история. У меня, по-моему, все сказочные истории. Я же сказочница. Сказки люблю. С детства. Ну, все реально из жизни. Значит, я когда уже стала работать в больнице, я же вам рассказывала, что я за уколы, кто ко мне приходил на уколы или что-то там, какое-то лекарство просил, я не брала деньгами. Потому что, как раньше уже вам рассказывала, потому что это же 90-е годы, в Ташкент купоны, сумм-купоны. Потом продукты же по талонам. Три составляющие нужно в совокупности. А я возьму только деньги. А эти две части где? Поэтому я брала. Либо продуктами, либо какими-то. Ну, бартер делала. В общем, пришел. Я когда приехала в Ташкент, он в другой соседнем Ихале жил. Узбецкая семья. Ну, постарше меня немножко был. Узбек парень. Он пришел с армии из России. В России служил в армии. А я приехала к бабуле. И значит... Ну, и он видит, что я новенькая какая-то. Иду в магазин, с магазина, и все через их дом. Понимаете? И он как-то... Ой, извиняюсь. Сейчас не в то горло пошло. Попить надо было водички. В общем, просто остатки от сютляча в духовку положила. А там две ложки было. Я их это... И водой не запила. И стала с вами общаться. И, в общем, дыхательная голова попала. В общем, он из России пришел с армии. В армии там был. А я из России приехала к бабуле жить в Ташкене. Ну, и он видит, говорит, ты вроде не местная. Я, говорит, тебя раньше не видел. Я говорю, я тоже тебя не знаю вообще-то. Он говорит, ты это... Ну, дерзкая. Я говорю, тк. Я говорю, сибирячка. Он говорит, а где ты в Сибири? Я, говорит, вот недавно из Сибири. Ну, в общем, мы так с ним познакомились. Если честно, имя даже не помню. Не помню имя. Их много братьев там. И, значит, ну, он где-то посередине. И, значит, он говорит... Ну, и ты, говорит, это... Если че, обращайся. Я говорю, ну, ладно, хоп, майли. Ну, все, и так мимо дома, когда проходила, он там рукой мне так делал. Ну, и я так рукой делала. Вот и все. И потом он женился. Его женили, в общем. И он пришел как-то вечером. А я уже работала. Я уже прописалась, работала. Все. Стучится. Собачка лает. Я с палкой выхожу. Ну, я вам уже рассказывала, что я, прежде чем это, палку с собой брала. Швабру. Деревянная швабра была. Я швабру возьму. Кто там? Ну, вечер. Мало ли кто. Узбекская махаля. Сами понимаете. Он говорит, это я там. Ты меня помнишь? Я говорю, что надо? Типа, поздно уже. Завтра приходи. Не открою. Он говорит, ладно. Пришел утром. Он там где-то работал сторожем. Много уже вокруг нас приватизации. Вот это все. И он там где-то сторожем устроился. Это я потом узнала. Он здоровый такой. Высокий, здоровый. Узбек парень. И родился здесь. И женился. В общем. Он говорит, знаешь, я знаю, ты медсестрой работаешь. У меня, говорит, дочка родилась. И болеет постоянно. В общем, лекарства показывает мне. Это доктор выписал. Ну, вот 90-е года. Ты не можешь, говорит, достать. Я у тебя куплю. Я говорю, я не продаю лекарства. Ну, я говорю, я постараюсь. Все не обещаю, что смогу. В общем, говорю, приходи. Вот тогда ты, тогда ты. Он говорит, ладно. Я говорю, а список возьму? Тебе потом отдам. Он говорит, ладно. Он, короче, это пришел. Положенное это назначенное время. И мешочек. Ну, мешочков еще в то время не было. Ну, в общем, вынесла. Там что-то он просил по списку. Я говорю, я все тебе по списку не могу. Вот все, что могла. Он говорит, ой, ладно. Он говорит, спасибо. Что, типа, я буду за это? Должен. Я говорю, я знаю, что ты сторож. И у вас там железо. А я же все по хозяйству больше, ребят. Насыпьте мне песочку на халяву. Помните? Ну, вот это из той серии. Ну, это приличный парень. Он ненамного меня старше был. Ну, чуть-чуть. И, ну, и жена у него, ребенок. Он недавно женился. Он этими делами, короче, не занимался. Он, я говорю, у тебя там железо. Ну, я же говорю, все скупают, перепродают. Там это все старое ломают. На мусорку же все пойдет. Я говорю, ты мне не можешь вот эти железо... Там, короче, сгорело какое-то здание. И вот эти железные листы, обгоревшие, хорошие, приличные, большие листы, там, может, 2 на 2 метра. Понимаете? Огромные, может, 2 на 3 метра. Огромные листы. Я говорю, ну, ты не можешь это мне их дать? Не продать, а дать. Он говорит, ой, все равно, говорит, на металлолом они пойдут. Я, говорит, принесу тебе. Я говорю, да они тяжелые. Он говорит, ничего. Ты, говорит, приходи. Я говорю, я ночью не приду. Ну, я же уже ученая. Он, говорит, не надо ночью. Днем приходи. Вот тогда-то, тогда-то я, короче, дежурю днем. Я говорю, а тебя не поругают? Он говорит, нет, это же металлолом. Это, короче, я себе, говорит, хотел взять вообще, если честно, там, по хозяйственному. Ну, раз такое дело, я, говорит, тебе дам. Возьми сколько хочешь. Я говорю, ну, я же не притащу эти листы-то железные. Он говорит, я тебе помогу. Я говорю, ну, мы же с тобой вдвоем не потащим. Они очень тяжелые, наверное. Он говорит, я все организую. Ты, типа, не переживай. Ты только приходи, выберешь листы, какие тебе нужны. И сколько можешь. Ну, говорит, я много, говорит, тоже не могу дать. С учетом того, что, как бы, пополам тебе, тебе половина, мне, короче, половина. Ну, по дружбе. Я говорю, ну, хоп, молю. И все. И, короче, он сказал мне днем, не ночью, днем. Я пришла в обычном домашнем халате, в тапочках. Припер там недалеко от нас. Приперлась, короче. Ничего с собой не взяла. Я попыталась. Я говорю, давай, может, ты один потащишь. Я один. Так, потихонечку. Там недалеко от моего дома было. Перетащим. Он говорит, ты сначала попробуй их. Подними. Я вообще поднять их не могла. Они обгоревшие. Все погнутые. Он говорит, что ты с ними будешь делать? Я говорю, а ты что будешь с ними делать? Он говорит, ну, я мужик. Я говорю, ну, я тоже говорю. Я говорю, найму кого-нибудь. Я говорю, я вообще хотела забор оббить их. Повыше себе забор сделать. И, ну, новый забор я, в общем, планировала сделать. Доски у меня, они обтесанные такие доски были у бабули. Сарайки. А чтобы, говорю, повыше сделать забор, чтобы через забор мне никто ничего не перебрасывал, ну, так обильно, в общем, не перелазил, я повыше эти листы выпрямлю, найму, говорю, какого-нибудь мужичка, шабашника какого-нибудь попрошу. Он говорит, ну, как знаешь. Ну, короче, я не смогла поднять. Он позвал там ребят махалинских, ну, мальчишкам же, или бы я попросила бесплатно, или он сказал, понимаете, там, и узбеки, и русские, и корейцы, кто, в общем, свободен был, все пришли. Ну, у меня в махале было уважение. Во-первых, я же медсестра была, не, ну, как бы, работой, делом я занималась, понимаете, я людям помогла, помогала, чем могла. И, как бы, мне тоже навстречу люди шли. Ну, нормальные, короче, люди мне навстречу шли. Всякие, конечно, были у нас в махале люди. В общем, эти пацаны мне притащили листы, свалили на улице за оградой, за забором, свалили друг на друга. Они друг на друга, ну, не знаешь, листов, может, пять-шесть. Они же, говорю, они огромные, их не порежешь ничего, их же нужно еще почистить от гарева. Они ржавые, горелые, и выпрямить их, самое главное. Мне, я думаю, пофигу, ржавые, горелые, я там их, может, это, покрашу когда-нибудь, краску где-нибудь тоже найду на халяву. И мне главное их выпрямить. А там уже по краям были дырки. Дырки уже были, потому что они на гвоздях где-то были. Можно было в старые дырки и к дереву при это, прибить. В общем, они мне сложили вот эти листы, сказали, если чему, обращайся, поможем. Я говорю, ладно, спасибо. Но я тоже не могла же злоупотреблять. Раз я, типа, одна, у нас с бабулей нету мужских рук, и буду я там. Я же тоже не могла. Если мне нужна какая-то мужская помощь, я нанимала. Вот шабашники же были у нас тоже всякие мужички, пацаны, которые вот занимались вот такими делами. Я их просила, но предварительно мы, конечно, с ними договаривались. Кто-то деньгами брал тоже так же, кто-то продуктами. В общем, бесплатно так особо никто. Ну, или бартер тоже. Я их там что-то принесу из больницы, а они мне вот эту работу сделали. В общем, у нас соседи были, муж и жена, они уже такие. Они собирались в Россию переезжать, и они ходили вот так вдвоем, муж и жена. Они одинокие, ну, у них детей не было, и они уже такие вот, пенсионного возраста были. И у них, у обоих была инвалидность по зрению. В общем, они мне сделали вот это взбор. Я их пригласила, пошла, договорилась с ними. Все, сейчас воду мы отдали. И все, за денежки. И продукты не надо было, они же собирались уезжать, им нужны были денежки. Чтобы на эти денежки, ну, доллары уже в то время, одни, одни, они тоже. В общем, они хотели это, на доллары все это. Я говорю, хорошо. Мы договорились, они приходили с женой мне там, неделю, наверное, они мне делали. Во-первых, они наждачной бумагой мне вот это все выпрямили молоточком. Пыли было столько, грязи от этих листов. Весь асфальт за забором, со шланга приходилось всегда это смывать, подметать, смывать вот эту грязь. Очень много было грязи. Копоти, они же, эти листы железные были, очень горело. Я не помню, здание это было или что. В общем, постройка какая-то горела. Вот эти железо же не сгорело. И, в общем, это... Ну, они мне сделали забор. А когда делали забор, у нас как раз в Махале стало... В общем, русские уезжали, узбеки это, покупали дома. Но это же не секрет, все это знают. И это, стали перекрывать там, где мини-тропиночки были между заборами. Их стали это себе приватизировать, в общем. А я тоже думаю, хоп, я тоже у меня там есть, я думаю, там уже везде все перекрыли, лазейки. Только у меня оставалось с соседем. Думаю, пока сосед это не очнулся, я быстренько сейчас под шумом, как раз я же забор делаю, я себе немножко это... А тут уже должны были, уже приватизация полным ходом, уже должны были прийти и мерить... Мерить участок, ну, в общем, все официально вот это вот все делать. У кого сколько земли есть, измерять вот это все. Я думаю, о, как раз. И я, в общем, этот участок... В общем, сосед потом вышел, начал это... Типа, ты че, говорит, деловая такая, давай, говорит, пополам. И мне пришлось эту земельку там метр на метр и то пополам, в общем. Ладно, думаю, пополам так пополам. И, короче, мы сделали. Буква ЗЮ, короче, у нас получилась. И вот эти вот пара, муж и жена, они мне сделали забор. Один раз прихожу, с работы прихожу, вроде договаривались, что они будут. Бабушка говорит, они пришли, постучали, постучали, потом раз, говорит, и исчезли. И, говорит, нету. Я, говорит, думала, что, может, они на обед пошли к себе домой. Ну, говорит, уже и обеденный перерыв вроде прошел, а их все нету и нету. Че такое, говорит, случилось? Ну, я испугалась, думаю, вдруг там, может, палец отбили или че. Зрение же плохое у обоих. Короче, я пошла к ним. По соседствам мы жили. Это, как-то их звали. Тетя Валя. Тетя Валя женщину звали. А мужика не помню. Не помню. В общем, я говорю, а что случилось? Че вы не работаете? Она говорит, не, говорит, Таня, мы к тебе больше не придем. Я говорю, как ты не придете? Может, с вами догадываться? Нет, говорит. Нас вот там сосед, который там поселился, он, короче, нас побил. Я говорю, как это побил? Он говорит, ну, как побил? Она так, образно. Ну, в общем, растолкал поэта, что, типа, чего вы тут загораживаете? Кто вам, типа, право дал? А он по этой тропинке к себе домой ходил. А тут, бац, вроде как, все закрываются. Я говорю, а что такое? Там все закрылись, он через забор, значит, перелазит. А здесь ему надо, чтобы это. Я говорю, пусть обойдет, в конце концов. Короче, я говорю, сейчас я разберусь. Я говорю, вы идите продолжайте, не бойтесь, я говорю. Это же не ваш забор. Вы же не для себя делаете. Так что, говорю, не бойтесь. Если какие-то вот такие недоразумения появятся еще, вы сразу меня... Ну, ты же, говорит, на работе была. Я говорю, хорошо. Ну, в общем, мне говорите, я разберусь. Я, короче, пошла к этому соседу. Рустам его звали. А этот Рустам знал моего деда. Они там вместе где-то когда-то что-то работали, короче. Он меня знал, в общем, этот Рустам. А я его, естественно... Ну, он один раз пришел, сказал, что вот дед там переживает, ты ему позвонишь. И все. И все. У меня еще не было тогда телефона. Ну, в общем, ладно, не важно. В доме я потом провела телефон. У бабушки не было. Когда я приехала, телефона не было. Потом я провела. И мне тоже подпортило. Там одни соседи уезжали. Я с ними договорилась. Я с ними договорилась, что я буду платить, а просто кабель перекинем на мою крышу, подсоединим. Вы же все равно, говорю, уезжайте, а вам платить за телефон надо. Я буду платить и буду пользоваться вашим телефоном. В общем, вот так мы сделали. А потом они забрали, конечно. Хотя мы уже потом, когда они приехали из России, стали дом продавать. Я говорю, я же вам давала деньги, чтобы вы перевели, потому что это женщина... Ладно, это другая история. Не буду это рассказать. История про телефон. Короче, я пошла к этому Рустаму и говорю... Ну, я Рустам, а я говорю, что такое, что за дела? Почему вы обижаете моих этих людей? Это говорю... Я их попросила сделать мне забор. Вы же знаете, мы с бабулей одинокие. У нас мужских рук нету. Нам приходится нанимать людей. А вы их еще побили, и они теперь не хотят мне работать. И что, говорю, я буду делать. Пол дела они сделали, пол дела осталось. Я же говорю, я не могу. Вы видели, говорю, какие огромные листы? Он говорит, ой, а это ты, оказывается? А я и не знал, что это ты. Думаю, ага. А то не видно, чей забор они делают. Сам же приходил ко мне, говорил. Он говорит, я даже не знал, типа, что это твой забор. Я говорю, ну, теперь знайте. Я говорю, что больше такого не делайте, говорю, больше. Так, если есть какие-то претензии по поводу того, что тропинку вот эту загораживают. Это, я говорю, не их инициатива загородить тропинку. Я их попросила. Это моя инициатива. Потому что, говорю, ваши соседи там уже все загородили. Осталось только вот это. Я же говорю, вы же не будете по этой тропинке по моей ходить, а там у них через заборы перелазить. Тоже же нелогично. Поэтому, говорю, ну, в общем, культурно вот так. Он говорит, все, все, пусть работают. Я говорю, они вас теперь боятся. Он говорит, да, короче. Я говорю, ну, все. И я пришла, эта тетя Валя со своим мужем работала. Я говорю, все, я сходила, вот, говорю, к нему, все объяснила. Он больше к вам, он, говорю, даже, во-первых, здесь уже больше ходить не будет. Будет обходить. И вы с ним не встретитесь. Нос к носу. И все, говорю, он больше не будет к вам приставать, обижать вас. Я говорю, работайте спокойно. Они говорят, ладно. И они спросили тогда, сколько тебе лет? Я говорю, ну, мне 20. Они говорят, ох, а мы думали, тебе 30. Ты, говорит, так взросло выглядишь. И, ну, рассуждение у тебя. Ну, короче, мы, говорит, думали, тебе 30. Ты и выглядишь на 30. Я говорю, ну, что делать? В общем, вот так вот. Было 20, а говорили, что мне 30. Ну, наверное, жизнь тяжелая была, не знаю. В общем, вот так. Ну, я тоже удивилась, когда они мне так сказали. Думаю, ладно, не важно. Главное, чтобы они мне забор сделали. И все, они мне сделали забор. У меня был суперский забор. Потом я там краску нарыла. С одной стороны чуть-чуть покрасила. Тоже кого-то попросила, если честно. Потому что сама-то не достану. Высоко. Лестница нужна, там, какая-то стремянка. Тоже кого-то попросила. Тоже какой-то бартер там мы сделали. И все. У меня был муа. Ну, не муа, может быть, там, для кого-то. А нам с бабушкой вот так вот хватало такого забора. Хороший был забор. И бабушка была довольна. Раньше был штакетник. А потом этот штакетник пошел. Печка же была. Зимой. И топили. Ну, редко. Потому что зима же теплая в Ташкенте. И все. Потом мы это. Забор, короче, был у меня. Забор построился. Ты не помнишь, какой у него забор был? Помнишь. Помнишь, да? Или не помнишь? Не, он же тоже маленький. И там, что ему забор был. В общем, вот такие вот дела, ребят. Всех вас обнимаю. Всех вам благ. Я не хочу сказать, что я там какая-то крутая была. Нет. Я просто жила так, как я вот считала, что вот это правильно, а вот это неправильно. И все. И, как бы, соседи же все эти действия мои видели. И поэтому, если что-то там такое, когда... Ну, когда, знаете, когда нас с бабушкой обижали, соседи не выходили на разборки. Потому что боялись. Ну, чтобы им тоже не попало. А вообще, это, в Махалея сама за себя. Ну, некому было заступить. Сама, короче, за себя ходила. Драться не, не дралась. Ну, не было нужды драться. Там, с кем-то доказывать. Типа, кровью. Такого не было. Так, словесный панус у нас происходил. Ну, с бабами, да. Прям матерились друг на друга. Ну, с женщинами, как ругаются между собой. А с мужиками просто, если... Просто я им говорила, вот так вот так вот, как с этим русском. И все. И, как бы, конфликт был сразу исчерпан. В общем, вот такие вот дела, ребят. Ну, много чего могу из Ташкента, из ташкентской жизни рассказать, когда мы жили с бабушкой. Ладно, ребят, давайте пойду кормить мужичков своих. Обнимаю вас, всем здоровья. Позитива, радости, добра. Всего самого доброго и светлого. Салют, ребят, из Стамбула.